В пансионате Джерелов Пущеводицы под Киевом уже полтора года проживает около 200 переселенцев из Донецкой и Луганской областей, а также из Автономной Республики Крым. На данный момент там проживает 70 семей. Переселенка из Луганской Галины рассказала нашим журналистам, что пансионат находится в частной собственности общества с ограниченной ответственностью Гелиус ЛТД, руководство которого до лета 2015 года не требовало уплаты за проживание. С конца лета с проживающих потребовали уплатить долги по оплате за коммунальные услуги, к тому же по коммерческим тарифам. Сейчас в пансионате нет отопления и горячей воды. К сожалению, редакция общественного ТВ Донбасса не может вам показать лицо Галины, так как она не дала соглашения на видеосъемку. У кого были родственники по Украине, те разъехались, а у кого никого не было, тот ехал в Киев от этой войны. Год назад, когда мы приехали, полтора года уже прошло, и нам, в общем, тем, кто обратился в нужное место в нужное время, повезло, а может быть не повезло, я же теперь не знаю, как сказать, повезло, что нас поселили в этот прекрасный пансионат. Здесь работали волонтеры, ребята с Майдана, все нам привозилось и приносилось усилиями Киевлян, конечно. И дети наши в школу пошли, в первый класс моя мучка пошла, одета с головы до пяток, была все, волонтеры очень хорошо работали, есть у нас волонтеры, которые нас и сейчас не забывают. В какой-то прекрасный день нам сказали, ребята, надо платить, у вас большие долги по коммунальному. Ну, так как нам до этого никто ничего не говорил, и мы, в принципе, не задумывались, ну, когда нас привезли, нас же посадили на готовое. Ну, как, живешь когда постоянно, да? Значит, где-то там что-то где-то договорено, наверное, обговорено, и, в общем-то, не задумывались. А тут, оказывается, набежали колоссальные долги. Тарифы по всем услугам коммерческие, то есть неподъемные буквально для любых обычных людей. Вот, и мы задолжали и за газ, и за свет, ну, вода молчит, спасибо им. Отключали свет несколько раз, ну, когда это было летом, это было не страшно, потому что мы жили костры, что называется, пели песни, варили большие костры или супы, и каким-то образом жили. Ну, нам включали, потому что мы тоже стучались везде, грозились, ругались и так далее, по-всякому было. Сказали, что свет нам отключает. Почему? Потому что, якобы, Киев Энерго подал на Гелиос, так как-то, а мы как раз свет оплачиваем. Ну, как, мы снимаем показания счетчика, умножаем это на жилищный тариф, разбрасываем на всех, собираем денежку, и уже вот который месяц мы оплачиваем обязательно. Все это, ну, естественно, коммерческий тариф мы оплачиваем уже. Кому вы платите? Мы платим на этот же счет Гелиоса. Вообще, мне кажется, все это очень мутное дело такое, и земля хорошая, кусок красивый, и все хотят властвовать здесь. На следующий день, после того, как наши журналисты побывали в Джиреле, в пансионат приехали Александр Цибульщак, глава Оболонской районной государственной администрации, Петр Пантелеев, начальник управления развития и реформирования жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева, Михаил Никонов, начальник Оболонского районного управления полиции, а также представители МЧС. Сначала государственные служащие утверждали, что пансионат не рассчитан на зимовку, и это может привести к пожару, и именно поэтому стоит переехать на другое место проживания. Но в конце концов, чиновники заявили, что здание пансионата Джирело – это частная собственность, и рано или поздно из него нужно выехать. «Количество людей уменьшилось, но есть люди, которые уезжают, и на их место заселялись другие люди. Не все из этих 187 зарегистрированы в соцзахисты. Поэтому это тенденция неправильная, и я вас много раз просил, не надо сюда селить тех людей, которые приезжают новые сюда. Ситуация такая, вот Петр Александрович сказал, действительно на сегодняшний день энергоснабжение Джирела – единственный кабель, который есть. Если, не дай бог, там сегодня что-то произойдет, не в силах, ни город будет, ни тем более район решить эту проблему. Поэтому мы сегодня и приехали сюда, для того, чтобы прийти с вами к какому-то общему знаменателю и начать процесс отселения вашего отсутствия». «Отдин раз нас разрушила война, а нам пришлось искать новое жилье, новую работу, новую школу. Детям пришлось заново перестраиваться, подстраиваться в другой город, другие люди, нам и так далее. Теперь вы предлагаете второй раз нам опять куда-то переселиться, полностью все, разрушить всю жизнь. Опять взять один чемоданчик, пойти, приехать в какой-то ларечек, искать себе жилье, искать работу и так далее. «А за что вы предлагаете нам это время жить, пока мы все это будем искать? Работу, детям в школу и так далее?» «Переселяться, что мы все это хотим?» «Настоя есть 800 гривен?» «Если здесь будет мороз, минус 10, отключится электроэнергия, тогда вы здесь не сможете находиться физически. И мы ничего не сможем сделать. Все. Вы услышите вот этот месседж. Мы не выгоняем, мы хотим предупредить опасность для вашего здоровья. Все. Еще раз говорю, мы готовы вам помочь в отселении отсюда. «Девы Александрович, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, скажите, пожалуйста, нас уже начальник милиции сказал, что 21-го вы все уйдете отсюда. Вы приехали одно и то же, все говорите, что по каким-то причинам уходите отсюда. Скажите, пожалуйста, а что вы сделали, чтобы был другой кабель, чтобы был котел? Вы же власть. Я не понимаю, вы абсолютно не занимаетесь своими делами. А мы котел здесь ремонтировать не будем?» «Нет, не котел». «Кабель не спасет эту ситуацию, которую бы он ни был. Это здание не предусмотрено для того, чтобы здесь нормально зимовать. Вот и все». «Я коренная киевлянка, я волонтер, которая в это поселение ездит с первого дня. Я хочу у вас спросить, а что будет с теми детьми, с которыми полтора года работали здесь психологи? Для того, чтобы дети не шарахались по ночам, извините, не уписывались. Волонтеры приезжали сюда, психологи, аниматоры, занимались арт-терапией, занимались медиацией для того, чтобы этих детей как-то ввести в нормальную жизнь. Дети ходят в школу, детей, слава богу, нормально приняли в школах, в садиках и тому подобное. Что будет с этими детьми? «Тогда, когда вас отключали и районная администрация, и районное управление полицией, предприняло все усилия, и все сидящие здесь не дадут мне соврать. Я думаю, представители, вот те, кто видел здесь и меня, и представители районной администрации, которые препятствовали тому, чтобы здесь были отключены последние источники энергии. Я говорил в прошлый раз и повторяю еще раз. На данном этапе наличествует решение суда относительно того, чтобы обязательно отключить электроэнергию. И я повторяю свои слова о том, что я не имею права не выполнить решение суда. И если исполнительное производство будет заведено и прибудет исполнитель, и мне будет предписано обеспечить ему доступ и обеспечить выполнение требований закона, то я, безусловно, поверьте мне, эти требования должен будут и обеспечен. У нас остались там дома. Я не знаю, что там с домами. У нас остались там родственники. Мы переругались с семьями. Мы переругались с родичами. Кто поехал в сторону России. Кто поехал, кто остался на стороне Украины. Но мы не предали эту страну. Почему же эта страна отделалась от нас 884 гривнами для детей и 440 гривнами для детей? Мы начинали все с ложки. Мы приехали сюда в трусах и в шляпе. Кто как убегал, какими только путями. Вы этого не понимаете. Когда мы пересекали украинскую границу, везде горел свет. А мы плакали сидели, потому что мы сидели в темноте. Люди едут спокойно, переходят светофоры, что-то жую. А у нас тик. У меня дитё три недели лежало в кардиологии. Я не могу её вычухать. У меня неврология, кардиология. Я не знаю, какие мне слова найти, кому мне в морду плюнуть. У меня сейчас такое состояние души, что лучше я там сдохла. Даете нам какое-то жильё, но забираете всё. Забираете работу, забираете школу и так далее. Решая одну проблему, вы предлагаете нам решить их 10 в итоге. То есть мы переедем, но нам придётся уже решать 10 проблем. Нам надо найти работу, школу и так далее. Знать, куда как ездить и так далее. Кроме того, вы предлагаете нам решать с каждой семьёй, ездить в какие-то другие города, выбирать, смотреть за свой счёт. Вам выделяют государство деньги? Откуда мы возьмём финансы? Вы возьмёте финансы. То есть мы переедем, там будет оплачиваться газ и так далее, свет. Или мы будем оплачивать эти коммунальные услуги? Давайте исходить из того, что есть. По законодательству, деньги, которые вы получаете, вы должны оплачивать коммунальные услуги. Это целевые деньги на оплату коммунальных услуг. Следующее. Давайте мы переведём разговор. Вот мы опять какие-то одиночные факты. Вопрос. Вернёмся в начало разговора. Вопрос в чём? Что на сегодняшний день у вас есть проблема. Мы приехали сюда предупредить то, что у вас завтра не будет света и тепла. И вы останетесь. Потому что это частное собственное. Это частное собственное. Мы почему бы говорили, что у нас просто разнимается, а у кого-то холодно. Что это украинство, что теперь это частное собственное. Мы опять все начинаем действовать. Да. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!